Здравствуйте! Вы смотрите iNews в студии Андрей Соколов и в ближайшие минуты самые интересные новости из мира IT-индустрии. Майкрософт запустила свою новую операционную систему Windows 10. Как сообщили в пресс-службе компании, релиз новой операционки состоялся во всем мире. Последние 14 лет новые версии Windows выходили в октябре-ноябре, но на этот раз компания решила не дожидаться осени. В Windows 10 вернется привычное меню пуска и появится голосовой помощник Cortana. Управлять им можно будет с помощью голосовых или текстовых команд. Правда, Cortana по-прежнему не разговаривает по-русски и когда научится, это делать неизвестно. Кроме того, в десятке появится новый браузер Microsoft Edge, который пришел на смену теряющему рыночные позиции Internet Explorer. Одним из основных его преимуществ станет возможность создания заметок прямо на веб-страницах. Заметками можно будет делиться с другими людьми. Обновленная операционная система будет предоставляться в качестве сервиса, так что теперь все обновления будут устанавливаться в автоматическом режиме. Кроме того, в Windows 10 поддерживается режим Continuum, позволяющий начать работу на одном устройстве и продолжить на другом. Скачать бесплатные обновления смогут пользователи компьютеров на Windows 7 и Windows 8 в течение года. Правда, касается это лишь пользователей лицензионных версий. Кроме того, Windows 10 будет устанавливаться на новые компьютеры и планшеты. Социальная сеть ВКонтакте работает над собственным музыкальным сервисом. Об этом сообщает портал Droid.ru. По мнению аналитиков, свидетельством разработки сервиса является мировое соглашение между социальной сетью и музыкальным лейблом Sony Music. Звукозаписывающая компания не только сняла претензии, касающиеся нелегального размещения треков некоторых исполнителей, но и договорилась о лицензировании музыки в рамках соцсети. Ожидается, что к подобному соглашению ВКонтакте придет с Warner и Universal Music, а также недовольных политикой сайта в отношении авторских прав. По слухам, социальная сеть модернизирует раздел аудиозаписи и превратит его в музыкальный сервис с двумя путями монетизации – платной подпиской или воспроизведением треков с рекламой. Выйдут ли аудиозаписи в отдельное приложение, как это случилось с фотографиями – неизвестно. Сервис «Народный контроль» на портале государственных услуг Татарстана в ближайшее время пополнят 17 категорий. Новые разделы будут посвящены коррупционным преступлениям. Все уведомления по данным категориям доступны для просмотра только автору, а от остальных пользователей будут скрыты. Модераторами категорий выступают различные министерства и ведомства Татарстана. К примеру, коррупционные вопросы в сфере образования рассматривает Миноборнауки Республики, а в сфере капремонта – Министерство строительства и ЖКХ. На этом все. Следующий выпуск программы смотрите уже завтра. Также присоединяйтесь к нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго. До встречи.